Да, друзья, неутомимые компаньоны все еще в игре. Конечно, музейка Питера мега круто, мадам в восхищении. Но что там по отелю? Вопрос остается открытым. Особенно доставляли треклятые пожитки Оуэна, но не было возможности от них избавиться до тех пор, пока мы не бросим усталые кости в чертов номер. По всем телефонам мы слышали примерно следующее. Городус агрессии крепчал. Малейшей искры было достаточно, чтобы случилось непоправимое. Видя, что ситуация начинает выходить из-под контроля, португалец Игорь Игоревич повел нас по одному ему известным тропам в поисках особого номера. И знаете, мы нашли отель. Ну, то есть не совсем отель, но в таких колоритных апартаментах отдыхать еще не приходилось. Однако это была удача. Наскоро бросив барахло, мы поспешили покушать. На этой локации прием пищи выглядел примерно так. Думаю, не лишним будет запилить рум-тур, но сперва мы очень хотим подивиться на Сити в ночи. Огни большого города, старик. Это, мать его, идти важно. Так говорил мне лучи-то ЧМП, размахивая руками и брызжа слюной. Поэтому госперва ознакомимся с элементами сладкой жизни, а потом заценим номер, как он есть, без прикрас. Выдвинувшись из отеля Атлантик, мы переместились к Лиговскому проспекту. А это одна из главных магистралей Санкт-Петербурга, которая в 1990 году была даже включена в список объектов всемирного наследия. Вдали виднеется здание гостиницы Октябрьской. Надо полагать, весьма дорогой. А это торговый центр галерея. Один из самых крупных в городе. Одних магазинов в нем сконцентрировано свыше трехсот. Вот она эта гостиница. Четырехзвездная и весьма стильная. Основана еще в 1851 году. Первоначально она называлась Знаменская, а потом Большая Северная. Интересно, что в 20-е годы сюда свозили всех петроградских беспризорников. И еще отмечу, что в ней нет двух абсолютно одинаковых номеров. А это здание Московского вокзала, которое было открыто в 1847 году. Чтобы вы понимали, первый фирменный поезд в СССР, Красная Стрела, отправился в путь именно с этого вокзала. И расположены эти шедевры на площади Восстания. Одной из центральных в городе. А в центре площади стоит обелиск городу-герою Ленинграду. А там Лиговский проспект. Эх, друзья, Невский проспект. Самая главная улица Питера, запиленная еще при Петре Первом. И, между прочим, это первая улица в России, оборудованная уличным освещением. Более того, на пересечении этого проспекта был установлен первый в СССР светофор в далеком 1930 году. Культовое место, о котором пел даже сам Поп Гребень. Вот видите, МТБ-82, супертроллейбусы, двигающиеся парами. И приписанный к депо Чикаго-Пассажирский. Но это еще не все. Волгобасы. Ретро-техника, которую бережно эксплуатируют славные жители Питера. Круче них, только Кавза-685. Как тебе такое, Блуфи Фокс? Друзья, архитектура Невского не имеет себе равных. К примеру, литературный дом. Место, где жили такие титаны, как Тостоевский, Тургенев, Горький и многие другие. В 41 году в это здание угодило. Фугасная бомба. Но после войны оно было отреставрировано. А напротив дворец Белосельских Белозерских, построенный в середине 19 века. Зацените хотя бы дверь этого дворца. Мега круто. С кучей лепнины. А рядом атланты, держащие скай. В лучах подсветки это выглядит потрясно. Добавляет антуража специальные фонари и ограждение тротуара, изготовленные по-старомодному. Сейчас в этом дворце, в частности, дислоцируются ребята из государственного, академического, симфонического оркестра. А также имеется музей становления демократии. А всего фасадами на Невский проспект выходят 240 зданий, каждый из которых по-своему уникальна. Видимо, чтобы напомнить о Григории Белоусове, у набережной Фонтанки нас ожидал вот такой прикольный москвичок. Вроде 403, хотя возможно и 407. Возможно он даже на ходу, но это не точно. Во всяком случае, весь хром и даже противотуманки были в наличии. А это статуя, юноша попавший под лошадь и театр кукол. Еще одна лекшер издания, Елисеевский магазин с огромной аркой на фасаде, высотой в пять этажей. А слева от него дворец, в котором располагаются всякие разные организации, включая столовку. Но еще более крутой фишкой является вот это. Александринский государственный академический театр драмы имени товарища Пушкина, она же 100 рублевая купюра. Александринский театр это старейший национальный театр в России. Именно он является прародителем всех российских театров. А дата его основания является днем рождения русского профессионального театра. С обоих сторон его окружают прекраснейшие дворцы, но для нас интерес вызывает правый. Я сейчас его покажу. Это удивительное издание, первая в России публичная библиотека, построенная опять-таки в Питере на рубеже 18-19 веков. Сейчас это российская национальная библиотека, являющаяся второй по величине книжных фондов в стране. Респект ее работникам, которые не прекращали обслуживать читателей даже в страшные годы блокады. Всероссийский день библиотек, отмечаемый 27 мая, берет свое начало именно со дня основания этого учреждения. Гостиный двор не менее интересное место. Он создавался в конце 18 века как крупнейшее торговое помещение в России. Чтобы вы понимали, в это здание одним из первых было проведено газовое освещение. И сейчас это крупнейший торговый центр северо-запада России и даже Скандинавии. Устали мы, надо признать это. Нет уже сил дойти до Невы. Поэтому движемся вниз на эскалаторе к одноименной станции метро «Гостиный двор». Кстати, пока едем, можете заценить глубину залегания питерского метро. Эта станция на глубине 56 метров, но есть и более глубокие. Добавлю, что «Гостиный двор» – это первая станция метро в Ленинграде, оборудованная четырьмя лентами эскалаторов в одном наклонном ходе. И до кучи она закрытого типа. Кто не в курсе, смотрите. Посадочная платформа отгорожена от путей, стенами и дверями. Это сделано, чтобы пассажир не падал здорово под пребывающий поезд. Ну и не надо заморачиваться с отделкой стен за путями. Еще такие станции называют горизонтальный лифт. А первой из них была «Парк Победы», открытый в 1961 году. Зеленая линия или третья, кому как больше нравится. Придерживаясь оной, мы вернемся в наш пока еще загадочный номер. Скитание, скитание в безысходные ночи. По пути в отель Оуэна вдруг потянуло на философию. Вот ты говорил, город – сила. А здесь слабые все. Город – это злая сила. Сильно приезжает, становится слабым. Город забирает силу. Вот и ты пропал. Дальнейший маршрут проходил в молчании. Лишь сырой, пронизывающий ветер до стаи воронья в цвинцовом, тяжелом небе. Ну что ж, наконец-то мы с лучшим ТЧМП покажем вам, что такое номер по хардкору. Или, или выше, отель по хардкору. Само место, где располагается наша точка, уже сурово, чуть менее чем полностью. Я бы даже сказал, оно убедительно. Отваливающаяся штукатурка, наскоро законопаченные стены, непонятные графики и подслеповатые окна вдали. Все это создавало неповторимый колорит типичной чикагской фермы. А вот и сам отель, дислоцирующийся ниже уровня моря. Похоже, подобный шарм португалец видит впервые в жизни. И слегка охреневает. Возникла даже мысль отступить, но не хотелось бросать Оуэна. Это трехкоечный номер. Весьма амкуражный. Кроватки, лампочка реча и практически все. Предоставим слово Димону. Ну, что сказать. Но еще больше меня встревожила доска, с помощью которой, похоже, в разное время оттачивали свое мастерство поклонники Битлз, чуваки, ездящие на двухколесных экипажах, ценители кофе и другие загадочные личности. Ой, да какого черта? Посчитав, что в столь поздний час лучше места все равно не найти, мы отвязали лошадей и расположились на ночлег. Не зря говорят, утро вечера мудренее. Благополучно проснувшись и отведав подошеку, мы поняли, что на самом деле отель вовсе не так уж плох и даже наоборот. Смотрите, это концептуально. Номер – это каюта. Иллюминаторы по колено в воде. И на твоем месте, друг мой, я бы не стал их открывать, с целью впустить Рождество. Рыбы-пираньи. Это, мать его, идти важно. Одну из кроватей мы использовали в качестве столика. А вот наши койко-места. Мое верхнее. Я полагаю, что так будет ближе к звездам. Вешалки и кулер. А это струящаяся дорожка в стиле пятикратного олимпийского чемпиона сэра Стива Радегрейва и нейросеть, в которых запутались ракушки. Много ракушек. Это кухня, в которой каждый желающий может приготовить себе покушать-то. А над ней та самая доска, при свете светила, уже не выглядящая столь зловеще. А вот, друзья мои, холл, выдержанный в авангардном стиле хай-тек. Ну а что, вполне уютно располагать чаепитие. Иначе говоря, мы с Совуином остались вполне довольны этой точкой. Дешево, но совсем не сердито. И теперь... Название отеля. Да-с, вот и заканчивается третья часть наших питерских похождений. Непростая, но занимательная. Спасибо всем тем, кто досмотрел ее до конца. Ну что же дальше? А дальше... Самое интересное, друзья. Визит на Малую Октябрьскую дорогу. Встреча с легендарным Пашей Техником. Обзор первого поезда. И поездка на супер-мега-ретродрезине ПД-1. Так что подписываемся, друзья. Пишем комменты. Оцениваем ролик морек. И все такое. До встречи в новой серии.